Мировой кризис, крушение самолета, особый статус президента и многое другое. 2007 год стал настоящей проверкой на прочность для нашей страны. В рамках ежедневной рубрики «Хроника независимости» вспоминаем самый тяжелый период в истории современного Казахстана. Материал Диаса Махамбетова. Едва набирающие обороты экономика Казахстана столкнулась с мировым кризисом. По оценке ведущих рейтинговых агентств, на конец первого полугодия внешний долг банков составлял 40,7 миллиарда долларов. Удержать лодку на плаву власти старались всеми силами. Но настоящий финансовый кризис, наступивший годом позже, сказался на всей финансовой системе страны. Но все же 2007 год выдался плодотворным. Казахстан стал полноправным и ответственным членом международного сообщества, который блестяще выполняет задачу по обеспечению геополитической стабильности и международной безопасности в регионе. Мы не на уровне стран третьего мира. Мы вышли из него. Иронично, но именно в год мирового кризиса в Казахстане подняли зарплату бюджетникам на 30%. Правда, законопроект вступил в силу 1 января до экономического хаоса. Курс на укрепление казахского языка взят в том же 2007-м. На эти цели тогда выделили 3 миллиарда тенге. Каждый раз, когда бываешь в казахской школе, посещаешь мероприятия, одолевает радость. Дети в казахских школах очень увлечены родной литературой и историей. Они вдохновлены этим. Навсегда останется в нашей памяти и трагедия 17 февраля. Два пилота самолета МиГ-31 разбились близ Караганды. Выяснилось, что воздушное судно упало из-за отказа двигателей. Но и на хорошие события был полон 2007-й. Казахстану предложили председательство в УБСЕ. И страны СНГ поддержали. В тот же период был принят закон о статусе первого президента. Нурсултан Назарбаев получил право переизбираться на президентский срок неограниченное количество раз. Диас Махамбетов, Дамир Анитов, телеканал Алматы.